Демократизация мирным путем на основе переговоров и договоров. Когда я стал вице-премьером и министром финансов, я узнал на второй день, что этих денег нет. Мы были пионерами в реформах. У Гайдера было меньше времени. Я не знаю никакого примера успешной реформы государственных предприятий, которая не была бы приватизацией. А насколько помогла польская диаспора? Громадный опыт. Есть очень хорошие экономисты в разных странах, в России, в Словакии, из Белоруссии, из Польши. Добрый день. Меня зовут Олисо Лехнович. Я экономист, вице-президент аналитического центра КАИС Беларусь. Сегодня мы продолжаем наш цикл интервью «Белорусские экономические перспективы. Беседы с опытными реформаторами». Мы уже записали три интервью. Первое с Иваном Миклошем из Словакии. Второе с Красным Станчевым из Болгарии. Третье с Тимофеем Миловановым из Украины. И сегодня мы будем разговаривать с профессором Лешиком Бальцировичем, автором польских экономических реформ, которые по праву считаются наилучшим примером экономической трансформации от социализма к рыночной экономике. Профессор, большое спасибо, что вы нашли для нас время. Лешик Бальцирович. Самый известный польский экономист в мире. Автор польских рыночных реформ, позже названных планом Бальцировича. С 1978 возглавлял неформальную группу ученых, разрабатывавшую проекты экономических реформ в Польше. В 1989-м стал вице-премьером и министром финансов в Первом демократическом правительстве. И остался на своей должности после смены правительства в 1991-м. В 1995-м возглавил Центристскую партию Уния Свободы, которая два года спустя заняла третье место на выборах и вошла в правящую коалицию. А Бальцирович в третий раз стал вице-премьером и министром финансов. Его уважают люди разных политических взглядов, от правых до левых. К примеру, в 2001-м президент Посневский, выводящийся из Социал-демократической партии, назначил Бальцировича на пост председателя Нацбанка. В 2008-м стал председателем Совета Брёгель, лучшего исследовательского центра в Европе. Сегодня Бальцирович работает профессором в Варшавской школе экономики. Перейду сразу к делу. Мой первый вопрос. Многие считают, что первое демократическое правительство – это всегда своего рода команда камикадзе. Люди, которые приходят в сложной политической, а зачастую и экономической ситуации, на которых большая ответственность, большие ожидания общественности. И вот мой вопрос. Насколько вы согласны с таким убеждением? И как вы себя помните в 1989 году? Ну, качество команды очень важное в каждой важной задаче. Особенно, если экономическая обстановка катастрофическая. Я, с одной стороны, а с другой стороны – свободу для общества, чтобы делать то, что было невозможным прежним. Так что я, когда меня попросили, чтобы взял на себя это обязательство экономической трансформации в Польшу. К счастью, это у меня было такое год, я интересовался радикальными реформами в разных странах. Уже начиная с 1978 года и создал первую команду, такую неформальную группу, которая работала над разными проблемами. И мы продолжали это в 80-е годы. Не надеялось бы, не было много надежды на то, что будет открытие в Польше. Но это создалось и, к счастью, мы были готовы. Не во всем, не во всех подробностях. Но если идет о стратегии, речь идет о стратегии, мы были, я думаю, готовы. Я бы, может, добавил, что в Польше мы начали в 89-м году трансформацию, если речь идет о политической трансформации, то она начала с очень интересным способом. Это были разговоры про круглую ставлю между властями, социалистическими властями и оппозициями. И они привели к тому, что было политическое открытие, потом демократизация мирным путем. Мне кажется, что это очень важно. И это было тоже создано позже в таких странах, как бывшая Чехословакия или Венгрия. Этот путь к демократизации мирным путем на основе переговоров и договора. Это открыло путь радикальной стабилизации и трансформации. И я бы сказал, что политическая обстановка в Польше в 89-м году была намного лучше, чем теперь Белоруссия. Но я надеюсь, что политическая обстановка учится. А если есть идет о экономической ситуации, тогда в Польше было намного хуже. Это надо... Потому что, во-первых, у нас была гиперинфляция. То есть цены росли каждый месяц, в другой половине 89-го года 20-30%. Это была катастрофа, потому что прежнее правительство начало быстро печатать деньги, не хватало налогов, продукция падала, ну и оттуда взялась гиперинфляция. Но тоже были неприятные сюрпризы. Было хорошо, что мы шли к демократии, устанавливали демократию, но экономическая обстановка, она включала неприятные сюрпризы тоже. Кроме того, что было видно, это гиперинфляции. В Польше было возможно для людей, чтобы держать их девизы в государственных банках. И они это делали. Когда я стал вице-премьером и министром финансов, я узнал на второй день, что этих денег нет. Этих денег, долларов и так далее нет, потому что прежнее правительство, оно это использовало на импорт. Но мы не могли сказать людям, что ваши деньги пропали. Мы это не могли сказать. К счастью, благодаря реформам, экспорт в западные страны начал расти очень быстрыми темпами и могли накопить резервы, чтобы сделать компенсацию, чтобы люди не потеряли. Но я помню, как это был шок. Шок. Денег нет потому, что прежнее социалистское правительство взяло и сдало эти деньги. Мой следующий вопрос тогда, вы были вице-премьером и министром финансов в первом правительстве, но вы были потом и вице-премьером и министром финансов в двух других правительствах. Кроме этого, вы были председателем Национального банка позже. Позже. Уже позже, да. Но я говорю это к тому, что позже уже разные партии приглашали вас занимать высокие посты в правительстве. То есть это показывает, что ваши реформы были успешны, и это оценивалось, что они успешны не только за рубежом, но и внутри польского общества. И мой вопрос следующий. Вот у вас в Польше удалось провести успешную трансформацию. У Ивана Миклаша в Словакии тоже. У Васлова Клауса в Чехии получилось. А, например, у Егора Гайдара в России не получилось. И вопрос, от чего зависит успешность реформ? Ну, в России было труднее, потому что у меня в первый период было два года, несколько месяцев, и это можно сделать много, если есть хорошая команда. Если нет хорошей команды и хорошего лидера, то ничего не сделается. И это время ничего не дает. Поэтому, во-первых, как я был в России, было хуже для реформатов. Они, мне кажется, похожим путем, что в Польше. Мы принимали в Польше как пионеры наших русских коллег. Но у Гайдара было меньше времени. Путь был проверен, но меньше времени. Это мой ответ на ваш вопрос. Если речь идет о том, что я делал в польских правительствах, я сперва был приглашен, потому что оказалось, что не было никого, кто бы сделал команду. При социализме, потому что это оказалось полезным. Хотя, как я сказал, я не ожидал, что при моей жизни Польская станет демократическая, свободная и рыночная экономика. Это я не ожидал. Как это вывод? Надо подготовиться к таким возможностям, которые открываются. Ну и это был первый период. А потом, в 1995 году я был избран председателем партии, которая о рыночном и демократическом направлении. Я был в пятом году, а в три последние годы, в 1997 году и 2000, я был снова вцепремиером и министром финансовом в таком коалиционном правительстве. И мы тогда, в совсем других политических обстановках, мы ускорили некоторые реформы. И самое главное, я думаю, это была приватизация. И пенсионная реформа. Мы связали эти реформы таким путем, что то, что мы получили с приватизацией, служило финансированию реформы, пенсионной реформы. Кстати говоря, много говорится насчет реформы государственных предприятий. Одинно-точная эффективная реформа, то есть приватизация. Так что бы политики и бюрократы не влияли на то, что делается в этих предприятиях, это мировой опыт. Я не знаю никакого примера удочной реформы, успешной реформы государственных предприятий, которая не была бы приватизацией. После 30 лет уже независимой Беларуси, Беларусь по-прежнему остается аутсайдером среди стран, которые начали экономические преобразования. И как вы считаете, что нужно сделать, чтобы реформы были устойчивыми, чтобы не было отката назад? Как в некоторых странах это происходило в разные времена. Что для этого надо сделать, чтобы и политические, и экономические изменения обрели так называемую критическую массу? Даже самые хорошие вещи в государстве, в обществе нуждаются в эффективных защитниках. Это обозначает создание групп в обществе, которые понимают, почему демокрация лучше от диктатуры, почему ограниченные государства лучше от государства, которые все пытаются делать, и почему рыночная экономика, которая всегда опирается на частную собственность, и намного лучше социалистической или даже экономики, в которой, скажем, 50% это государственный сектор. Это самый главный выбор. Даже если удача получит хорошо, ввести в жизни лучше решения, а не нуждача позже в защите, так создавать общественное, как это называется? Гражданское общество. Гражданское общество, а организованным путем. Это должны быть организации, которые тоже влияют, очень важно, чтобы влиять на общество. Белорусская экономика уже на 50% создается в частном секторе, несмотря на то, что не было массовой приватизации, а та приватизация, которая была проведена еще, начата коммунистическими властями в начале 90-х, была очень быстро свернута после прихода к власти Александра Лукашенко. И этот частный сектор, он развивался без поддержки государства, с малыми исключениями. Это очень хорошо, без поддержки государства. Да, я к этому и веду, что этот частный сектор, он здоровый, в Беларуси нету олигархиата, есть другие успехи, как, например, введение плавающего валютного курса, достаточно открытая экономика, если ее измерять экспортом и импортом в процентах ВВП. Конечно же, есть и проблемы. Это большой и неэффективный государственный сектор, это дорогой государственный долг, это старение населения, это тоже зависимость финансовая, энергетическая, торговая от одного партнера. И вот в такой ситуации, в которой сегодня есть Беларусь, как вы думаете, нам будет легче начинать реформы в 2020 году, чем если бы мы начали это в 1991, и чем условия больше в 1989 году? Как я уже сказал, у нас была экономическая, экономическая катастрофа, после 1989 года, потом мы повторяем, была диперинфляция, нет было дивизионных средств, и производство падало. Так что, наверное, намного легче. Все зависит от программы. И мне кажется, я конечно не эксперт, подробностей в Беларуси, но есть такие общие, так как в медицине. Если есть туберкулозис, тогда самая лучшая терапия, она похожа. и для Китайцев, и для Поляков, и для Беларуси. Так что надо смотреть на опыт, и опыт показывает, что если есть проблема, фискальная проблема, так что государство на долг растет быстрыми темпами, это во-первых очень важно, чтобы продукция не падала, потому что этот вес будет, релативный вес будет даже растет. Так что то что, а во-вторых, надо посмотреть на издержки. Я не рекомендую повышение налогов, а то в крайней, но на издержки. Так что стабилизация. Очень важно, чтобы хранить стабильность, чтобы стабильность финансовой системы банков была продолжена. Но надо смотреть так, что если нет доверия власти, то есть риск таких спонтанных поведений со стороны общества, а даже хуже, как в Польше в 1989 году, оказалось, как я уже сказал, что денег не было, потому что правительство опробило эти деньги. Я бы думал, что самое главное, не в том, чтобы... Самая трудность не состоит в том, что очень трудно или даже невозможно сказать, что надо делать. Потому что есть громадный опыт, есть очень хорошие экономисты из разных стран, из России, из Словакии, из Белоруссии, из Польши. Самое главное, чтобы было политически возможно ввести в жизнь хорошую программу. Да, это, кстати, есть такая метафора, что вот мы уже 26 лет идем по одну сторону улицы и каждый раз останавливаемся на светофоре, глядим, там красный свет и не переходим на вторую сторону улицы, идем дальше. Но рано или поздно мы все равно должны ее перейти. И Беларусь не может быть исключением, то есть нет другого выхода, чем все равно увеличивать эффективность экономики путем увеличения частного сектора в экономике. То есть это беларусы понимают. И тут я соединю, может, еще два вопроса. Мы уже начали про приватизацию говорить. И часть людей думает, боится, может быть, каких-то есть мифы, стереотипы, что каким образом можно с одной стороны заниматься приватизацией, а со второй стороны не допустить до появления олигархов в Беларуси. Это возможно. Беларуси. Я знаю, что выражение приватизация вызывает эмоции. Но надо это назвать выключением политики и экономики. И включая в то, конечно, предприятия. Есть очень большой, плохой опыт везде, что если политика доминирует в экономике и в предприятиях, тогда нет экономического расчета, а есть политический расчет. Но это оказывается идиот, растущим потерям, неэффективностью. И страдает общество. Нет никакой успешной соц. страха. Помните, все страны это была государственная собственность. Что осталось? Северная Корея. Катастрофа. Куба. Катастрофа. Это самый крупный вывод опыта, когда можно сделать. Нет сомнений. Но если есть большой государственный сектор, если только политически возможным, тогда эта трансформация она будет очень важной для ускорения роста. Те же самые ресурсы, включая прежде всего людей, они будут лучше работать, будут эффективнее работать. Мне кажется, что Белорусс тоже последней страной или первой и последней страной в Европе, где в сельском хозяйстве нет частной собственности. и можно сказать, что это большой резерв эффективности и роста, если таким успешным путем можно ввести там частную собственность. и есть опыт. Есть опыт. Можно... К счастью не надо и нельзя открывать Америку. Давайте еще немножко задержимся на этом вопросе. Вот конкретно в Польше нет олигархов. То есть в Польше удалось провести реформы и не создать сильных групп интересов, которые бы блокировали реформы. Этого не удалось сделать на Украине или в России. Связано ли это, может быть, с темпами проведения реформ, может быть, не знаю, с реформами судовой системы, политическими изменениями или, может, изнутри вот общества. Я вам скажу, с самого начала для меня и моих коллег, и для государств, которые я был членом, было абсолютно ясным, что надо создать те же самые шансы для разных людей, как предпринимателей, никаких привилегий и конкуренции. С самого начала мы сделали такие решения, чтобы было много конкуренции внутри и за границей. И нет привилегий. Ну и благодаря тому нам удалось избегать такого плохого явления, как политическая, экономическая олигархия, которая создалась в России после реформаторов, и не из реформ, только из плохой пути после реформы. На Украине тоже возникли олигархи, потому что в первый период не было такой радикальной, комплексной реформы и введения равных шансов. Насколько я понимаю, в Польше и в других восточноевропейских странах сильным якорем, который удерживал разные правительства в их стремлении реформировать и политику, и экономику, и другие области, было стремление вступить в Европейский Союз, присоединиться или вернуться в семью демократических и богатых европейских народов. И поэтому неважно, какое было правительство, допустим, в Польше, левое или правое, социалисты или консерватисты, они все все равно проводили последовательно реформы. Одни меньше, другие больше, но, в принципе, цель была ясна. В Беларуси сегодня вообще не стоит в повестке дня геополитический выбор. Большинство беларусов хотело бы видеть Беларусь независимой страной с хорошими отношениями и с Востоком, и с Западом. То есть у нас такого якоря, пожалуй, нет. Я бы сказал, первые десять лет в Польше, где были самые радикальные реформы, не было этого стимула, потому что тогда не было ясно. Первые наши реформы, самые радикальные реформы в первые два-три года, они были результатом внутренних сил, а не того, что мы делали, потому что мечтали, что мы будем членом Евросоюза, а это мы мечтали. Это не стало на повестке дня. И даже второе правительство, которое было между 1997 и 2000 годом, оно тоже делало реформы из-за внутренних сил, и убеждений, и знания, что это самое лучшее для Польши, для нашей страны. Да, кстати, я вот сейчас вспоминаю интервью с Иваном Миклошем, и он точно так же сказал, что первые десять лет, восемь лет в Словакии, там же даже не было демократичных, ну там был... Да, Мэчер. Мэчер, да. То есть у них тоже этот вопрос не стоял. Ну хорошо, тогда мой следующий вопрос, насколько важны для Польши были помощь и техническая, то есть экспертная и финансовая, международных финансовых институтов, вот в начальном этапе проведения реформ. Насколько действительно это было важно или это может быть не было настолько важно? Потому что мы были банкротом. В 70-е годы комиссии власти, они сделали такую стратегию, чтобы сперва получать деньги, кредит из Запада, а потом это чтобы инвестировать в экономику, ну и чтобы благодаря тому такая экономика выросла и была в состоянии обслуживать долг. Но, к сожалению, только первая часть реализировать, то есть долг. Это чем-то, кстати, напоминает то, что было в Беларуси в период где-то с 2007 по 2014 год, когда белорусские власти тоже старались заменить энергетические субсидии с России ростом внешнего долга. Как? Один из проблем, который существовал в Польше, тоже в Венгрии и Булгарии, был большой иностранный долг. И для меня, когда я был в первом правительстве, один из приоритетов и целей была редукция этого долга, сокращение. И нам это удалось. Нам удалось, потому я думаю, что мы были пионером в реформах. Я никогда, когда я разговаривал с моими коллегами из Запада, они говорили, дайте нам долг, потому что мы так страдали от социализма. Я знал, что это было бы неэффективно. Я говорю, мы делаем в нашем собственном интересе радикальные реформы, но чтобы удержать поддержку этим реформам, мы должны сказать людей, что эти эффекты реформы пойдут большим западным кредиторам. и этот аргумент оказался бы эффективным. Но прежде всего мы получили редукцию долга, западного иностранного долга на 50 процентов, потому что оказались радикальными реформаторами. Я знаю, потому что я был много-много разговоров на этот счет, на эту тему. Но если мы уже поняли, что международные финансовые институты помогали в начале, а насколько дополнительные… Помогали западные правительства, потому что у нас до самых больших долг был западным правительством. А иностранные институты были важные, потому что, например, международный фонд. Потому что их акцептация была важная для доступа в международных рынках. Но я бы сказал, что большинство программ было создано в Польше, благодаря тому, что мы работали как хоббисты. А насколько помогла польская диаспора и финансово, и как человеческий потенциал? Я знаю, что, например, уже в 1989 году часть поляков возвращалась в Польшу. Например, профессор Станислав Гамулка, который позже стал советником польского правительства и, насколько я знаю, присоединился к вашей команде экономической. Вот насколько диаспора помогла? Мы с хорошим экономистом в Польске возвращались в происхождение до 70-е и по 70-е годы. И у меня, у моей команды была такая стратегия, что мы старались, чтобы привлечь в Польшу экспертов до человеческих капиталов. И нам удалось. Это не было так громадное явление, но важное, потому что в некоторых случаях не было как создавать банковский надзор. Мы пригласили поляков, или англического происхождения. Но в Беларуси есть много людей, которые хороши опыт. С точки зрения у вас, если только будет политическая возможность радикальная реформа, будет легче. А тогда что вы посоветуете людям из диаспера? Потому что к нам сейчас уже обращаются люди, которые хотят, готовы помочь и как бы интеллектуально, финансово, которые сплочаются за границей, за рубежом, создают белорусскую. Во-первых, солидарность. То есть помогать людям, которые трудно подлежать репрессиям и так далее. Очень важно. Во-вторых, готовить программу, так чтобы, если, я надеюсь, будет политическое открытие, будет большая возможность, чтобы быть готовым ввести в жизнь программу, которая будет работать. Спасибо большое. И последний уже вопрос, наверное, короткий. Если у вас есть, может быть, какие-нибудь рекомендации для белорусского общества, академического сообщества, может быть, для государственных чиновников, что бы вы хотели им или пожелать, или посоветовать? Ну, я старался сказать прежде, могу повторить солидарность, которая обозначает хорошую организацию. Очень важная организация. Организованная солидарность. Во-вторых, готовиться на хороший сценарий. Бороться за хороший сценарий, мировый патрон, и быть готовым на то, что когда этот сценарий будет можно реализовывать. Спасибо большое за ваши советы, за ваши знания, за опыт, за ваше время. И вам большое спасибо, что вы нас слушали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова